...жанров, которые привычно, долго и необычайно успешно существовали на больших экранах, передвинулись на малые. Тем не менее, большое количество талантливых кинематографистов, смелых, отважных, отчаянных по час, делают фильмы, призванные заставить собственную аудиторию со-мыслить, со-переживать, со-чувствовать, смеяться, плакать. Это очень важное обстоятельство, которое связано прежде всего и с историей кинематографа, который родился как коллективное переживание на экране. Потому кинематограф отчаянно ищет новые формы существования. Одной из форм существования и приближения к зрительской аудитории за последние годы стал фестиваль. Ну, такая организованная форма кинопроката, если хотите. Потому что есть фестивали, которые решают судьбу кинематографической конкуренции на большом таком горизонте. И речь идет, конечно, о главных фестивалях мира. А есть и фестивали, которые приближают важные, талантливые, неординарные, не похожие на обычный репертуар кинотеатров работы к своим зрителям. И таковым фестивалем должен стать фестиваль дебютного кино в Новой Голландии. В Новой Голландии совершенно понятно почему. Ровно потому, что сказала Роксана. Потому что это место, которое адресовано современной, молодой, мыслящей, интересующейся аудиторией, способной оценить поиск, способной оценить неординарность, свежесть, а может, подчас и уникальность замысла. И мне кажется, это очень важно. Важно еще и особое обстоятельство, и то, что это дебютный фестиваль. Потому что сегодня в мире дебютируют очень многие. Планка вхождения в кино резко снизилась. Кинематограф стал доступнее. Из сакрального мероприятия, для запуска, в котором необходим был диплом, миллионы миллионов денег, это превратилось в творческое, пусть очень подчас рискованное, но, тем не менее, доступное многим решение о том, что надо и можно, рискуя, сделать собственную картину. И вот в сегодняшнем кинематографии и российском, и далеко за пределами России появляется большое количество дебютантов разновозрастных, людей, приносящих кинематограф свой особый совершенно человеческий опыт. И для нас принципиально важно этот опыт приблизить к аудитории. Мне кажется, что это дело очень в хорошем смысле заразное. То есть, когда люди рискнули для того, чтобы сделать в собственной жизни радикальный поворот, а дебют в кино, это, поверьте, это радикальный поворот, мне кажется, это не бесполезно для огромного количества людей, чьи планы никак не связаны с кино, заразиться этой смелостью, этим опытом, этой открытостью жизни. И в этом смысле фестиваль, мне представляется, должен быть очень полезен и Петербургу, и всем, кто сюда приедет для того, чтобы смотреть замечательное кино в столь особом месте, как Новая Голландия. Здравствуйте. Я программный директор фестиваля, поэтому я расскажу о программе этого года. И первое, что хотелось бы отметить, это то, что, несмотря на достаточно компактный режим, трехдневный, нам хотелось в этом году в формате превью, в зачаточном виде представить структуру фестиваля и то, каким он должен быть в будущем, по каким линиям он должен развиваться. Конечно, у нас будет конкурсная программа, и конкурсная программа будет состоять из полнометражных дебютов игровых, и будет конкурсная программа, которая будет сформирована, может быть, не самым привычным образом, но вполне уже укорененным на некоторых других фестивалях, как, например, фестиваль короткометражного кино в Эберхаузе, где на равных основаниях соревнуются фильмы игровые, экспериментальные и документальные. И именно поэтому в этом году, и для нас очень важна, конечно, образовательная часть, которая поднимается широко, например, конечно, возможность встретиться с режиссерами, посетить их мастер-классы и услышать об их опыте, сложностях и тех решениях, которые они дают на вопросы, которые возникают в ходе работы с режиссерами, авторами фильмов. И, конечно, это киношколы, которые в этом году мы представляем, но это не сугубо рекламная презентация, потому что, с одной стороны, это действительно возможность услышать от мастеров этих киношкол методы их работы, с другой стороны, это возможность увидеть фильмы, которые мы отбирали вместе с руководителями этих киношкол, и сам список этих киношкол, в общем-то, отражает тот спектр видов кинематографа, с которыми мы хотим работать дальше. Это Московская школа кино и Московская школа нового кино, и Санкт-Петербургская школа нового кино, которая занимается совершенно по-разному игровым кинематографом. Это школа документального кино и театра Марины Разбешкиной и Угарова, и это программа видеоарта, которая составлена из работ художников-режиссеров, работающих на стыке между искусством и кинематографом, выпускников школы Родченко, но составлена она преимущественно из их новых работ, поэтому это не презентация школы, а программа молодого российского видеоарта. И у нас есть шесть полнометражных картин, и, наверное, многие могут задаться вопросом, почему не все из них являются дебютами в строгом смысле, но на то есть разные причины. Во-первых, и в конкурс мы будем брать в следующем году первые, вторые картины, как и многие другие фестивали, а программа Bright Future в Роттердаме берет, например, и в том числе и третьи фильмы, а второй ответ заключается в том, что дебютировать можно не только как режиссер, но фильмы являются дебютами и для актеров, и для продюсеров, как, например, в случае с фильмом «Открытие превью» этого года, с фильмом «Give me liberty», который является не первым фильмом для режиссера Кирилла Механовского, который присутствует сегодня с нами, формально является первым продюсерским и сценарным дебютом для Элис Остма, хотя, на самом деле, там предшествовали проекты, которые еще пока не завершены и не увидели свет. И, например, это касается фильма «Сувенир», снятого британской режиссеркой Джоанной Хок, более чем признанный и, на самом деле, являющийся одной из самых интересных, наверное, представителей британского кино сегодняшнего, но дебютировала она практически в 50 лет, 10 лет назад. Фильм «Сувенир» — это ее четвертая картина, но это прекраснейший актерский дебют для исполнительницы главной роли «Оннер Свинтон Бирн», дочери Тильды Свинтон. И важна тема и подход режиссерский, на который мы будем делать ставку и в будущем, это работа со своим личным опытом, потому что я лично убежден в том, что лучшими дебютами являются те, в которых автор работает с материалом своей собственной жизни, а не пытается выдумать истории на какие-то отвлеченные темы. И Джоанна Хок, и по своему «Гивме Либерти» Кирилл Механовского работают с своим собственным прошлым, который получает какое-то кематографическое переосмысление, переосмысление, воплощение становится универсальной историей. И, наверное, последнее, что хотелось бы добавить, потому что эти вопросы часто возникают относительно того, в каком формате и на каких площадках будет проходить фестиваль в следующем и далее, в последующие годы. Он не ограничится территорией Новой Голландии, потому что это было бы невозможно, на самом деле, упихнуть полноценную программу на территорию острова, но, конечно, Новой Голландия будет одной из важных площадок фестиваля. Ну, центром, сердцем, можно сказать, фестиваля. И на этом я хочу передать слово нашим гостям, которых мы очень рады приветствовать здесь. Это, еще раз повторю, режиссер Кирилл Механовский и Эли Состин, продюсер и со-сценарист нашего фильма «Открытие «Гивме Либерти». И это режиссер Оливер Лаше, автор фильма «Закрытие» и «Придет огонь». И, если можно, я бы попросил вас, если вы хотите, поделиться своим собственным, наверняка, непростым, противоречивым опытом вхождения в кинематограф, может быть, коротко обозначить те трудности, с которыми вам пришлось сталкиваться, и рассказать о том, как вы себе представляете идеальный фестиваль дебютного кино и ту роль, которую он должен выполнять для начинающих кинематографистов. Я думаю, что по порядку. Добрый день, Кирилл Механовский, режиссер, соцсценарист и монтажер. Что очень важно для меня, по крайней мере, кинокартины «Гивме Либерти». Говорить можно очень долго и много, наверное, надо какие-то вехи определить. Во-первых, спасибо за возможность представить картину на вашем фестивале. Спасибо за такую высокую оценку нашего опыта. Для меня это важно по многим причинам. Моя мама родилась в Петербурге, он тогда Ленинграде. Это тоже, в общем-то, важная веха в моей истории личной. Поэтому представлять картину в России и в Петербурге – это и приятно, и накладывает, в общем, такую ответственность, скажем так, творческую. Давайте о «Гивме Либерти» скажем. Разговор был о дебютах. Это очень важно, потому что я для себя сформировал это следующим образом. Я признателен жизни за возможность сделать второй дебют, потому что картина «Гивме Либерти» так уж вышла, что по сложности это получился дебют. И по напряжению. Это было как в первый раз такого фильма я никогда не делал. И действительно, нас жизнь поставила в такие условия, что приходилось... Это была борьба за выживание. И опыт может сравниться только с первым и единственным опытом в жизни. Поэтому я действительно признателен, что для меня это дебют, реально. Все было впервые. Прислошь отказаться от всех правил, от всех могло бы быть по-другому. Хотелось бы... Как бы лучше? Нет. Удавалось снимать, как удавалось снимать. И мне кажется, вот интенсивность этого выживания, она и передалась... Она отражена в результате в конечном. Вот. Для меня поэтому это, конечно, в какой-то степени такая вторая дебютная картина. Очень знаково получилось. То есть, если говорить, в общем, о сложностях, вы знаете, жить непросто. Делать кино, наверное, особенно непросто. А делать кино в США совсем непросто. По целому ряду причин. Во-первых, нет госфинансирования. Нет никаких фондов. Финансирование только частное. Это рынок. Это бизнес. И когда пишешь сценарий для маленького провинциального городка Милуоки и для непрофессионалов, в общем-то, вот в такой рыночной ситуации не совсем понятно, где мы будем делать бизнес. И так уж вышло, что, да, для... Есть профессиональные продюсеры, есть знатоки, ценители, образованные люди с большим опытом, не случайные люди в кинобизнесе. А вот наше время, к сожалению, открыло двери огромному количеству людей, которые вот просто ищут чем заняться. И в нашей вот ситуации было что-то подобное, когда мы работали с людьми, которые считали, что необходимо, обязательно нам нужны были звезды, нам нужно было снимать нашу картину в Лос-Анджелесе, что для нас было неприемлемым для того, чтобы, ну, теоретически получить какую-то гарантию для возвращения вложенного капитала. Мы же решили не сдавать наши позиции, снимать только в Милуоке, работать только с непрофессиональными актерами в основном. И в результате у нас на это ушло два с половиной где-то года, чтобы профинансировать картину. И в какой-то момент мы нашли партнеров, которые привели нас к инвесторам. Появился весь бюджет, но, к сожалению, в силу ряда обстоятельств мы бюджет потеряли через шесть месяцев после наших отношений. Это произошло в октябре 2017 года. И перед нами стояло... Мы находились в самой важной точке создания нашей картины, в одной из самых важных точек моей жизни. Это такая была вот действительно проблема, быть или не быть. Выбора не было, на самом деле. Мы понимали, что нужно только быть. И через четыре-пять месяцев мы снимали картину за одну пятую часть нашего бюджета. Мы ее сняли. И вот результат. Поэтому, на самом деле, вот для нас, лично для меня, в создании этой картины отразились все проблемы нашего бытия, нашего пребывания на этой земле, суть нашей профессии. И этим мне этот опыт дорог. Я никогда, наверное, не захочу его повторить, но никогда от него не откажусь. Одновременно с этим. И, конечно, представлять картину в родной стране с очень непростой историей. Используем такой эвфемизм. В городе, который выживал на протяжении всей своей истории и выжил, выстоял. Вот этот вот опыт выживания в городе, который знает, что такое выживать и выжить лучше, чем какой-либо другой город. Это большая честь. Это более чем уместно. Спасибо вам. И на этом я, наверное, остановлюсь и передам слово моему партнеру, с которым мы решились на этот опыт. Мы вдвоём толкали этот валун в гору на протяжении четырёх лет. И вот, наконец-то, мы вытолкали этот валун на какое-то плато. Я не могу говорить по-русски. 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 Это очень хорошее honor для меня быть здесь. Я имею в виду русскую семью из Санкт-Петербурга who left in 1918. И я думаю, что я первый, что я вернусь. Поэтому, это очень хорошее. Это очень хорошее, чтобы быть с вами, и чтобы быть в этом фестивале. Я являюсь в игре, и новелист. И Кирилл и я начинал writing together. И я делал, что вы пишете, вы путаете частью вашего сердца в вашем сердце. Я не могу говорить по-русски. Я не очень пока хорошо говорю по-русски, поэтому разрешите мне говорить по-английски. Я из русской семьи, которая жила в Петербурге и эмигрировала в 1918 году. И я, насколько я знаю, первый человек, кто снова приехал в этот город. Поэтому для меня это действительно очень мероприятие, которое меня очень трогает. Быть здесь и представлять мою картину перед петербургской публикой. Мы, когда с Кириллом начали работать над этим фильмом, я, как человек, который создает сценарий, как сценарист, пыталась вложить всю душу в этот текст. Просто как любой другой писатель. И я всегда делаю так, когда я верю в то, над чем я именно работаю. И в 2017 году, когда мы уже основательно вложились в этот фильм, то есть предприняли много усилий, мы узнали, что те люди, с которыми мы работали, это не те люди. Им не стоило доверять. И, конечно, это было не то, над чем я работала. have to switch hats and step up and be the lead producer of the film. I had before, I was always a writer, but I for a time practiced law, and I did work. I represented Václav Havel, and spent a lot of time in Central Europe, and so doing something like producing film entailed many details that were familiar to me. Contracts, organization, so it was possible. Но с этим фильмом в том числе, в зависимости от его натурального состояния, это означало, что я не только хотел поставить немного моего сердца в написание, но и часть моего сердца в написание. Потому что это было очень-очень тяжело. Мы делали это в очень тяжелых ситуациях. Это невозможно. Мы говорили очень хорошо знаменитые люди в Холливуде, что мы никогда не сделаем этот фильм. Я думаю, что мне придется немножечко переквалифицироваться и поработать не только как сценаристом, но и продюсером этого фильма. Я писатель, но также некоторое время занималась правовыми вопросами. Я очень много работала в Центральной Европе, в том числе с Вацлавом Гаулом. И поэтому очень многие детали, которыми мне пришлось заниматься с этого момента, они были мне знакомы. Контракты, какие-то организационные детали. И можно таким образом сказать, что я в этот фильм вложила не только свою душу как сценарист, но и свое сердце как организатор и двигатель организационного процесса. Мы работали в невероятно сложных условиях. Нам говорили в целом, что это невозможно. И очень многие люди из Голливуда говорили нам, что мы вообще никогда не выпустим эту картину. Что Кирилл сказал, это очень верно. в этом году, чтобы отдать ее, в том, что в этом видео было несколько людей, которые ходили от этого видео, они стали создать это в такое событие, на многих местах, и мы могли вместе и следили, и я думаю, что это было много энергии и окончания, чтобы сделать это. Наверное, на нашей стороне, и на стороне Максима Штойанова, который сейчас сидит в аудитории, и два других актеров, принциповых актеров, которые никогда не действовали в фильме. Получается, что можно это назвать «маленьким чудом», или, как говорил Перил, «большим чудом». Что? Что мы здесь. Ну, вообще, получается, дебютная работа была для 99% актеров. Это абсолютно дебютная работа. Включая дедушку, главного героя, в возрасте 88 лет, он выполнял упражнения непростые на полу – йога. Это он предложил, мы не отказались. Но он не догадывался о количестве дублей, на самом деле. В какой-то момент мы переживали за его здоровье. Это очень большой стресс для продюсера. Представьте себе, 88-летний актер. Привет. Hello. Thank you very much for inviting me. I'm also very touched, very moved to be here in Russia. I come from a region that is also a periphery of Europe, and I feel an identification with Russia and with the Russian culture. I think that my work is quite linked to the main importance of the Russian culture, I think, and I hope you will find identification and familiarity with my work. Thank you very much for inviting me here. And I always have the feeling that my films are debuts, I think, and I think it's healthy. Also to have the feeling that it's probably your last film. And I don't know, it's curious because most of, for some filmmakers, the first film he did was, in fact, the most beautiful. I don't know, there is a special grace with the good films. I don't know, you were talking about miracles. I don't know if the grace of the, this grace of innocence, no? Innocence. And the lack of control, a kind of crazy faith, no? A craziness, no? A lack of conscience, no? Give things that they are not us, no? In the movies, not something that doesn't belong to us, but belongs to the world, no? Coming to the films, no? When we start to mature, we are too precise. We control everything. I mean, it's difficult to control something in cinema, but... So, films, it's like they had less vibration, we'll say. It tastes like a personal film in, and, 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 again, there's something... It's something that's a sort of a kind of a source ofаиз itself, a feeling of – a kind of a chapter of you – espíritu, a sense of all of the evil in this world. которая движет нами когда мы снимаем эту картину мы отдаем все на откуп вселенной мы не пытаемся контролировать все до последней детали и таким образом это не только и не столько мы в этих картинах отражаемся а весь мир движет нами когда мы становимся более зрелыми режиссерами мы наоборот пытаемся все контролировать хотя в общем в кино контролировать что-то подробно и точно невозможно но тем не менее мы стремимся большему контролю and for me about problems or how did you say the advantages no difficulties difficulties to make films i think i mean they are part of the rules of the life and beauty beauty the the rules of beauty are that you have to deserve beauty you i mean if you want to achieve something you you need to prove it you need to make it was a test no we'll say no and so it's normal i don't have problems with problems we'll say and probably because also problems are advantages know and behind there is always a gift you know so when you're a young filmmaker problems are welcoming is good also for example to that is difficult to reach the the budget to to finance this those films because you are obliged to so you don't have the high budget you don't have even the low budget you have the love budget so it is love budget i mean you can you can make miracles что же касается трудности или проблем про которые вы спросили мне кажется это часть жизни потому что как это принято в жизни красоту нужно заслужить нужно доказать на что ты способен и ограниченными средствами сделать что-то из моей точки зрения трудности это и преимущество в том же самое время поэтому у меня нет никаких трудностей с тем что у меня есть трудности очень часто наоборот эти трудности я только приветствую начать хотя бы с бюджета у нас когда мы делаем дебютное кино дебютную картину небольшой бюджет и не маленький бюджет а бюджет ниже самого маленького и что можно сделать с этим бюджетом с этим бюджетом можно делать только чудо и для того чтобы закончить и неизвестный фильм вы увидите на субботу и в конце концов мы делали это в Девель, the easy way, the facility. Yes, so thank you again. I come for work here. I come to support this initiative, to watch movies, to watch paintings, to get influenced in this so important country of the cinema planet. With all this lineage, all those Russian masters, and it's a gift for me to be here. Спасибо again. Film my, you will see, you will see in the afternoon, and, talking about the difficulties, we filmed this movie, находясь in the epicenter real life of the пожars. So you see, that I always walk from the simple path. I think, on the other hand, that the devil is in the simple way. If there is a devil in the process, in the filming of the film, it always arises, when you choose the most simple path. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I came here, because I support the initiative of this festival, and because I want to get a new cultural influence, because I want to be here, in Russia, in a country with such a rich history, and with such a rich culture, for me it's a great value. I want to watch the cinema, I want to watch the cartoons, and this, of course, will help me in future work. Thank you very much. Thank you very much. Please, questions? Put your hand on your hand. I ask you to tell us, tell us about what a media outlet is, for the representing. Thank you very much. Question over here, please. Thank you. Hello. My name is Litovka Tateyana, of Tricolor TV Magazine. I'm from Tricolor TV Magazine. I'm from Tricolor TV Magazine. Why is your question to you? Why is your need to create a new festival, and how does it principally отличается from the Cine Tower? Let's go to the end. First of all, he is principally отличed by everyone. First of all, the Cine Tower, as you probably heard, this is a festival of Russian cinema, first of all. This is not a national festival. This is not a national festival of Russian cinema. What is the need to take care of of the film, I think it is not only my need to take care of the film, but it is not only my need to take care of the film. It is not only my need to take care of the film. То есть, иными словами, для меня фестивали, в том числе, это, если хотите, рождение аудитории или, скажем, подготовка аудитории. Я боюсь слов воспитания аудитории. Но вот что-то такое. Мне кажется, это очень важно. Вы были на множество кинофестивалей мира. Скажите, пожалуйста, какие лучшие черты каких кинофестивалей вы взяли для своего детища? Извините, пожалуйста. Я думаю, что самым безнадежным предприятием было бы делать это по образцу уже существующих, тем более замечательных фестивалей. Мне кажется, это прежде всего проект Новой Голландии. Новая Голландия – это место со своей особой энергией, со своей особой аудиторией. И мне кажется, что для Новой Голландии это без сомнений, я беру на себя смелость говорить от лица тех, кто, собственно, занимается Новой Голландией, не столько от лица, но в их присутствии. Мне кажется, это очень естественный шаг и очень правильный шаг, потому что наряду со всеми медиумами, я имею в виду современными видами искусства, визуальной искусства и музыкой и так далее, кинематограф, без сомнения, является универсальной коммуникационной площадкой, которая способна и объединять аудиторию, и предлагать ей качественный современный контент. Мне кажется, это очень важно, если мы заинтересованы в том, чтобы мы сами и наши дети были умнее, содержательнее. Извините за примитивность и банальность, но это же в конечном счёте правда. И нас всех объединяли подлинные интересы, то мне логично согласитесь с действием создавать культурные проекты, в том числе и фестивали. Если позволите, я пару слов добавлю. Безусловно, фестиваль – это производство аудитории, альтернативный способ проката и показа кино, и это совершенно справедливо, но в то же время любой фестиваль – это, конечно, вот Роксана говорила относительно в Голландии, что это платформа, и фестиваль, любой фестиваль, и наш фестиваль, в том числе, это платформа, если не в первую очередь, то, что точно не в последнюю, это пространство, коммуникация. Вот, например, на этом фестивале будут присутствовать режиссёры, фильмы которых были показаны в Каннах в этом году. Кирилл Михайловский, Элис Осин, их фильм был в двухнедельнике режиссёров, Пантимир Балагов, который приедет завтра, и Оливер Лаши участвовали в особом взгляде. Но шанс пообщаться, посидеться за одним столом, поделиться собственным опытом, своими какими-то чаяниями, пониманиями того, что такой кинематограф и каким он должен быть, у них не было, и вот она появляется здесь. А дальше происходит коммуникация со зрителями и с теми режиссёрами, молодыми в том числе, которые делают фильмы здесь, и мне кажется, что это, конечно, очень важно. Елена Елагина, режиссёр из студии Елагина.бис. Вопрос к организаторам. Планируется ли в следующем году какие-то учебные мастер-классы или синема-маркет, вот как на крупных фестивалях, да, есть для профессионалов, да, какие-то мероприятия? Вопрос к организаторам. 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 эпицентр, как мы уже сказали до этого, всего, что будет происходить на фестивале, поэтому нет планов, нет таких. В отношении второго вопроса наличия двух фестивалей дебютного кино. Мне кажется, я вначале сказал, и это важное обстоятельство, что фестивали это такие жизнеобразующие центры. И если фестиваль Дух огня чрезвычайно важен для Хантамансийска, а он важен, там же ходит и местная аудитория, и стал на протяжении последних десятков другого лет, как он существует, важнейшим культурным событием региона, мне кажется, что в Петербурге может быть событие не менее важное со своим будущим и не менее полезное для своей аудитории. Мне кажется, даже перспектива его, в смысле, аудиторной восприятия много больше, именно потому что Новая Голландия, потому что здесь уже есть очень большая, очень любознательная, очень активная аудитория, которая здесь приходит регулярно для того, чтобы знакомиться с разнообразными, большими, малыми, важными или, прошу прощения, не очень культурными проектами. Это существенно. Что касательно Омска, надеюсь, что фестиваль будет продолжаться. Насколько я знаю, там есть некие проблемы, и он не международный. Это фестиваль внутренний. Не убежден, что он там будет. Хотя, полагаю, что важно, чтобы в Омске был фестиваль. Мое глубокое убеждение состоит в том, что чем больше в разных городах качественного кинопоказа, не формальных, квази-официальных государственных событий с одними и тем же героями отечественного кино, блуждающими по красной дорожке, а просто качественного кино, современного, актуального, содержательного, нервного, способного донести информацию о мире и сегодняшнем, и температуре в этом мире до молодой активной аудитории, тем лучше. Что касательно третьего вопроса, уровень, но вы видите, тут действительно выступавшие авторы скромно умолчали о своих, так сказать, успехах, но картина Game of Liberty была одним из центральных событий фестиваля в Санденсе в Соединенных Штатах, а потом она попала, что редко бывает, после премьеры в Санденсе в Канне, в двухнедельных режиссерах, это очень важное событие, без сомнения стало и в Каннах одной из самых заметных картин. Оливье Лаш со своим фильмом «Придет огонь» поднимался на сцену за свои, на одной из главных наград во втором по значимости конкурсе Каннского фестиваля «Особым взгляде». Это уровень, тот самый, о котором мы говорим. Вы упомянули, это программу собирал Алексей, я, так сказать, говорю, отдавая должное его усилиям, прежде всего. Картины Джоанны Хог, победитель Санденса, Гран-при, это такие событийные фильмы, и мне кажется, что тут не надо бояться событий, больших, уже показанных на главных фестивалях, в фестивалях и провинциально охотиться за дебютами. Наоборот, чем более важные, чем более яркие, чем более, так сказать, прозвучавшие, звонкие картины, тем интереснее это будет в Петербурге. Лариса Маляковна, «Газета». У меня вопрос к участникам, к Эливеру, Кириллу. Мы понимаем, что мы имеем здесь образцы, высокие образцы независимого кино. И для нас сейчас большая проблема для российского нового независимого кино вообще форму ее существования будущей. Поэтому не могли бы вы так коротко обошли этот вопрос, все равно объяснить, хотя бы не называя конкретные адреса, каким образом создаются те микробюджеты, и все-таки бюджеты, на которые вы снимаете свое авторское кино. Как это вообще возможно без участия государства? because it's a real issue for us. Продолжение следует... 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 Я всегда говорю, что если я перестану завтра режиссировать и делать кино, в принципе, никто не заметит абсолютно, кроме меня. Поэтому главное, как финансировать кино, это нужно, во-первых, хотеть очень сделать своё кино, в первую очередь. То есть нужно этого очень хотеть. Если есть желание, значит, тогда появится и возможность. Зависит всё от силы духа, от дебютной силы духа. На самом деле, тот же самый Джон Кассоветис, которому удавалось сделать дебютное, в кавычках, кино от фильма к фильму. Энергетика. Энергия, конечно. Что касается финансирования, да, нужно искать частные формы. С Голливудом, так называемым, никаких проблем нет. Быть частью этой системы тоже хочется и нужно, мне кажется, в какой-то момент. Важно просто не растерять всё то хорошее, с чем человек начинает, вот, и найти способ внутри системы продолжать делать близкое себе, делать это на очень высоком уровне. Не давать этой системе себя просто перемолоть и сделать частью, как он, винтиком машины, потерять себя. Такая возможность есть. Опять же, нужно обладать просто очень сильным духом. Вот. Но первые шаги или вторые, третьи, я не знаю. Говорят, что... Я говорил с Винсентом Маравалем, главой кинокомпании, компании Wild Bunch, которая нас прокатывает. Он сказал, что самое сложное кино даже не второе, а третье. То есть, я думаю, на каждом этапе есть свои сложности, на каждом этапе можно потерять себя. Поэтому сила воли, структура, семья кинографическая, которую вы обрастаете, всё это важные факторы. Планирование. Нужно искать серьёзных партнёров, не надо шутить с этим, мне кажется. Нужно искать серьёзных людей, которые не забежали в кинопроцесс, не туристы, а люди, профессионалы, которые хотят заниматься этим делом, умеют этим заниматься. И, в общем-то, соратники по духу. Вот так вот, наверное. Вот так вот. что они имеют soul, и некоторые авторские фильмы, которые они не имеют. Но это очень обеих, мы скажем. В моем эстете, большинство публики фундам, что они должны идти культурным фильмам, они идут к рабочим фильмам. Мы делали мировые, молодые фильмы, и мы легитимировали нас в фестивале, с прайсами, и это происходит в Спании. В этом году мы были две фильмы, три испанских фильмы, Передор Модолар, Андрес, Альберсера и я. Альберт и я были в Канн 7 раз. Мы никогда не имели помощь для публики телевизионного публики в Спании. Без публики фундамент, вы не можете продавать в Европе. Вы нужны балансы между публикой и публикой фундаментом. Проблемая ситуация в Украине, потому что мы имеем публики фундамент, но мы не имеем публики фундамент. Я имею в виду, что не имеет публики фундамент, но не имеет публики фундамент. Мы должны сделать ко-продукцию. Я бы сказал, ко-продукция. Да, это ситуация. Но, как вы говорите, мы должны критиковать, но не complain. И, конечно, если вы хотите сделать фильм, вы будете делать. И если вы не делаете фильм, то это потому, что вы не нужны, чтобы это делать. Поэтому, я имею в виду, обстаканы. Это искусство. Это место, где, опять же, чудеса могут происходить. Что касается Испании, могу сказать, что в Испании есть государственные гранты. И здесь очень тонкий момент. Сложно найти и провести границу между независимым кино и отграничить его от всех остальных фильмов. Где граница между независимым кино, арт-хаусом, коммерческим кино? Есть ли вообще смысл делить это именно так? Потому что существует очень много коммерческих фильмов, с моей точки зрения, которые сняты с душой. И есть очень много авторского кино, где этой души, в общем, и нет. И в Испании все складывается таким образом, что государственные средства, государственные гранты, вроде бы, должны были идти на это авторское кино. Но уходят куда-то, в общем, на какой-то мусор. И с точки зрения режиссера основное, это то, что мы, как создатели фильмов, творим чудеса. Мы легитимизируем себя, легитимизируем свои фильмы, участием в фестивалях, мы получаем призы. Так это работает в Испании. Три испанских, крупных испанских режиссера. С одним из них мы семь раз были в Каннах. И ни разу никогда мы не получали никакой поддержки от государственной телевизионной компании Испании. С другой стороны, ситуация в Европе немножечко противоположна ситуации в США. Государственные средства как раз-таки в Европе у нас есть. Очень сложно найти частные средства, потому что нет культуры меценатства. И поэтому Кирилл и Элиска сразу же предлагают Оливеру сделать копродукцию. Оливер продолжает, что главное не жаловаться. И главное приветствовать те трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Если вы настоящий режиссер, то вы все равно снимете этот фильм, если вы действительно этого хотите. А если не снимете, то, ну, значит, это то кино, которое было вам не нужно. Юлия. Я хотел только два слова сказать. Можно сказать, передать слова Сергея Сельянова, которые он завещал произнести, потому что он не сможет, к сожалению, быть на круглом столе. Но когда мы с ним разговаривали про фестиваль дебютного кино в Новой Голландии, он сказал о том, что, конечно, да, режиссеры, их нужно поддерживать, молодых дебютантов. Ну, вот никто не говорит о том, насколько рискованно продюсерам в России, во всяком случае, работать с дебютантами, с людьми, у которых еще нет никаких регалий, и им только, возможно, предстоит их приобрести. И поэтому, конечно, во многом большая заслуга продюсеров в том, чтобы дебютные фильмы появлялись на свет. И в том числе, например, прокатных компаний, которые выпускают фильмы в прокат, такие как Give Me Liberty, например, которые компания Иван с 1 августа будет показывать в кинотеатрах. Так что это комплексная вещь, мне кажется. Евгений Май... А, извините, да, у вас вопрос был. Добрый день. Юлия Карпенко, портал Субкультура. Мой вопрос для Элис, Кирилла и Оливера. Возвращаясь к теме, как вы сделали свои фильмы, как вы думаете, что ваша тяжелая, ваша несчастья, ваша болезнь, уникальность, 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 и если это было, пожалуйста, скажите нам, как это изменилось и как фильм изменился. Мой вопрос для Элис, Кирилла и Оливера. Учитывая очень сложные обстоятельства, в которых вы делали свои фильмы, пожалуйста, расскажите о том, как ваше отчаяние, ваша боль, ваши трудности повлияли на то, что получилось в итоге. Число? будет появляться на более виден, более виден или инвизирующий, наиболее. И, конечно, когда ты желаешь что-то, когда ты любишь что-то, эта любовь идет к себе. И, я имею в виду, это же самое. Мы артисты, мы находимся на каком-то border, мы находимся на каком-то интерстите. Интерстития? Интерстития. Да, интер-зон. Интерстития. Мы находимся на месте, многое, 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 мы скажем, modernity, tradition, spirituality, материализм. Мы находимся на месте, экспериментом, и проектировали что-то, что все эти слова находятся внутри нас. Да, это на нашем работе. Мы надеемся. Это трудно для нас, но это нашим трудом, чтобы страдать. «Нет боли, нет грязи», как ты говоришь. Я могу сказать, что все, что я испытал в ходе съемки этого фильма, так и иначе, прямым или косвенным, скрытым или явным образом отразится в картине, как любой художник. Если художник хотел, если он любил, если он стремился к этому, то он покажет это на экране, так или иначе. И здесь нужно понимать, что мы, художники, всегда находимся на границе или в эпицентре всего, что нас окружает. Это и чувства, это и страхи, это и страдания, это и доля шизофрении, это и духовность, это и материализм. И все это мы проецируем, конвертируем внутри себя и проецируем наружу. И я поэтому надеюсь, что это тоже будет видно каждому из зрителей. Потому что, в целом, это же наша профессия. Страдать нет боли, нет эффекта. Кто не рискует, переводя на русский, тот не пьет шампанское. Абсолютно. 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 На самом деле, все как сказал Оливер, и немножко больше. Вот с этой конкретной картиной, Гимми Либерти, она мне дорога тем, что все, что вы видите, это результат сложности и трудности, которые мы пережили. Абсолютно все. Режиссура, монтаж, на самом деле, обстоятельства, режиссировали картину. Вот, то есть, меня тоже кто-то режиссирует, что-то, вернее, режиссирует. В данном случае, это все-таки крайний пример для меня в моей небольшой биографии. Это крайний пример того, как все, все сложности, а это никто не собирался потратить пять лет или там сколько, четыре года жизни нашей ушло на это. По идее, должен был уйти, наверное, год от написания до создания. Небольшая картина. Но ушло гораздо больше. Знаете, как забегаешь на пять минут и задерживаешься на всю жизнь. Так бывает иногда. Вот что-то подобное произошло с этой картиной. И на самом деле, опять же, от сценария до режиссуры, до монтажа, до работы со звуком, все, что вы в этой картине увидите, это результат сложностей, провалов, дефицита. То есть, в какой-то степени даже, на самом деле, название Give Me Liberty интересная история с ним связана, потому что поначалу была ссылка на футболку, она сюжетно какой-то играла роль. Сценарий менялся, он превратился из восьмидневного в однодневный. Футболка ушла, название осталось. И смысл названия, на самом деле, заглавие картины обрело намного позже. Мы поняли, что, на самом деле, мы за свою свободу боролись в этой картине. И абсолютная свобода – это бред, это же утопия. Это хаос. Самая большая греческая трагедия, она, на самом деле, имела место именно в процессе создания таких картин. Никакой свободы не было вообще. и в какой-то момент ты понимаешь, самое главное, режиссура – это понять, что препятствий так много, что если я буду сейчас с ними бороться, как режиссер, я проиграю. На десятом проиграю, а их там еще сто. То есть, нужно сделать их своими друзьями. Вот. И, на самом деле, именно обстоятельства, в которых мы снимали, они обуславливали часто движение камеры, работу с пространством. Я уже не говорю о монтаже, когда ты, в общем-то, после 23-х дней борьбы с этим хаосом оказываешься в ситуации лингвиста без языка, и нужно изобретать язык, нужно придумывать слога, из них составлять слова, предложения, возможно, все это. То есть, на самом деле, вот только так. Только так. Это редкий крайний пример, когда картина была сделана именно отсутствием свободы, через отсутствие свободы, через прорежиссированные и смонтированные трудностями, с продюссированными трудностями. Вот. Поэтому мы... Это такое отношение, знаете, любовь-ненависть. Одновременно. it's a life-hanker that we have. So, agreeing with everything that has been said, I would add only that life is inscrutable, and art no less. And when you begin to work on something, sometimes it becomes impossible, and it truly is impossible. And the work that connects with people, that transcends something, is the work that breaks through that impossibility. And I believe that's one of the reasons it connects, because it reflects the nature of life, which is struggle and moments of joy. So... life is connected with difficulties, and in this relationship we are not aware of. And art also. And when you start doing something, you will be able to feel that it is impossible. It is impossible. It makes me surprised, and I think that art is it really what really it is to hurt the heart of people, it makes it it up because it is it is impossible. It a way it does it is impossible. И к этому, к этой цели любой художник стремится и должен. Я говорю, что моя работа была связана, потому что, obviously, the geometry of the human soul is the same in Russia than in Galicia, in my region, in the north of Spain. But we have also relations, I think, the importance of nature, the countryside. I'm a son of farmers. There is a kind of sovereign submission in us, an acceptation, an humility that I feel here, too. The sacred, also, the importance of the sacred in our work, that is also very present in the Russian culture and that I really appreciate. Obviously, I mean, if you make a test and you ask all the international filmmakers who are your master, Andrei Tarkovsky will win. I mean, it's a lighthouse for most of us. He's someone who really gave us confidence about his relation between the sacred and art. I mean, it's... Yeah, I mean, it's far, you know. He was someone extremely connected. All his images has a spiritual geometry and you feel... You have the impression you will understand the secret of life, you know, somehow, I don't know. So, yeah, I mean, I always make my work... Imagine this master is in front of me and I hope to be... He's happy with our work, with my work. But this is one of the problems of the modernity, you know. We break the lineage, the relation with masters, you know. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. I have a question. из крестьянской семьи поэтому это тоже для меня очень было важно кроме того идея покорности народной это то что объединяет наш народ с русским народом важная роль святости идеи святости которые русская культура придает что же касается имен но если опросить всех кинорежиссеров кто из русских деятелей искусства был вашим примером то конечно же тарковский выигрывает этот опрос и для меня это тоже так это маяк путеводная звезда которая ведет меня в моем творчестве недосягаемая но тем не менее так который я хочу стремиться в том что касается графического представления в том что касается глубокой спиритуальности того что делал тарковский его фильмы смотришь и чувствуешь что ты открыл тот самый секрет открыл тот источник жизни который существует и я верю или по крайней мере надеюсь что он был бы доволен тем что я делаю в этом в своем творчестве насчет подробно I think more precisely, for me, there's a connection through people I've worked with through Kirill, and also through literature and a sense of that which is mystical. And the understanding of nature and man, our role in nature, and the terror of living and the possibility of that moment of transcendence that connects us. But I can say exactly, that the connection, which I experience with the culture right now, is a connection through people, with whom I work. Through Kirill, for example, and through literature, because in literature I see the mystic beginning, which is in the culture of the culture. A sense of understanding of nature, understanding of the role of people in this nature, and also a sense of understanding of transcendent character in our life, of the ужас of life, which leads us forward. — Коротко, ну, наверное, всё. Я не знаю, это Россия и моя родина. Во-первых, наверное, через язык, в отрыве, условно говоря, от тела. Ну, язык, это воспоминания, это та часть, которая, это та, да. Это то, через что сохраняется моя связь с Россией, с моей родиной. Это мой отец и могила моего отца в Москве. Это вот то, что меня удерживает в дополнение к языку. Ну, чтобы не сделать слишком водянистым, поконкретней. Ну, раз в два года, я считаю, надо перечитывать Анну Каренину, это как-то всё ставит на свои места. Толстой, Набоков, Платонов, Саша Соколов, ну и, естественно, Александр Сергеевич. Я имел счастье быть на спектакле. Евгений Онегин, театр Бахтангова, несколько лет назад в Бостоне, вернуло меня это к тексту, который так же современен, как он был когда-то, если не больше. Ну, по крайней мере, важен сегодня, если не больше, чем когда он появился на свет. Если говорить, опять же, ещё более конкретно, то мой учитель Борис Фрумин, выдающийся режиссёр советского периода, который много работал в Петербурге, о котором Алексей Герман-старший говорил, что режиссура непреподаваема, но есть один человек, который способен это донести, это Фрумин. Вот, я имел счастье с ним общаться и быть его учеником, и продолжаю быть его учеником. И вот он, независимо от того, что я делаю, я говорю о Борисе Фрумине, что он всегда прав, даже когда не прав. То есть всегда он смотрит на всё, что я делаю через правое моё плечо, под этим критическим углом я делаю всё, что мне удаётся. И сверяю свои ориентиры с его работами, с работами Германа-старшего, с работами, ну, грузинского режиссёра, не совсем русского режиссёра, но, тем не менее, очень близкого и родного, такого, от Али Сириана, его ранние работы. Ну, да, память и язык. Язык – это главное, наверное. То есть, наверное, точно. Но в конечном итоге, всё-таки кино – это язык, это коммуникация, поэтому, знаете, есть такая гипотеза критического возраста. Если до 14 лет человек не изучает ни одного языка, и такие случаи были клинические, находили девочку, спрятанную в подвале, которая не говорила ни на одном человеческом языке, и пытались обучить языку, и не могли. То есть, если до определённого возраста вы не выучили один язык, второй вам уже будет выучить невозможно. То есть, мозг, в общем-то, костенеет, всё, он же не способен ничего впитать. Поэтому, конечно, мой родной русский язык позволил мне выучить ещё несколько языков, не говоря уже о том, чтобы заниматься киноязыком, потому что вот без русского языка у меня не было бы никакой возможности заниматься тем, чем я занимаюсь, и так уж вышло. Такая судьба, что я родился здесь, и я счастлив, я по-другому это и не вижу. Это счастье, на самом деле, иметь возможность гулять по этому лингвистическому безграничному пространству. Да, дело, конечно, и в падежах, и в морфологии, и в безграничной географии нашего пространства. Вот это вот, я всегда объясняю, сложность России – это совмещение безграничного географического пространства с безграничным лингвистическим пространством, потому что структура русского языка, она финически гибкая. Очень многое, что возможно в рамках безграничности лингвистического пространства русского языка невозможно выразить и сделать, ну, как минимум, в тех языках, которые мне знакомы, на которых я говорю. Поэтому русский язык в первую очередь. Спасибо всем, в первую очередь, конечно, нашим гостям и участникам. И спасибо вам, что пришли. Я напоминаю, что вход на все мероприятия у нас свободен. Мероприятия в бутылке и павильоне по регистрации регистрироваться можно через сайт фестиваля nhifilmfest.com Спасибо. 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 Спасибо.